Хорошо, друзья, давайте присаживаться, мы продолжаем. Итак, давайте вернемся ко второму посланию к Коринфянам, где мы читали 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Старое все, оно прошло. Оно больше к вам не имеет никакого отношения. Теперь все новое. Более того, здесь написано, все же от Бога. Что за все? Вот это то, что все новое. Вот оно от Бога. Здесь написано, Иисусом Христом, примирившего нас с собою. Примирившего. Он уже это сделал. Иисус Христос примирил нас с собою. Аминь? Далее написано, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Это именно то, что Он сделал для нас. Он точно так же хочет, чтобы мы шли и точно так же распространяли Его Евангелие. Потому что фактически, на самом деле, единственное служение, которое у нас есть, это не служение исцеления, не служение еще какой-нибудь, не песни на сцене. Это служение примирения. Это единственное служение, которое есть у каждого верующего. Все эти остальные вещи, они нужны. Но самое важное, служение примирения с Богом. Когда мы примиряем людей с Богом. Давайте с вами откроем послание Колоссянам. Читаем с вами послание Колоссянам. Прямо с первой главы, с первого стиха. Как я вчера говорил, мы будем очень много читать Слово Божьего. Чуть ли не главами. Потому что я хочу показать вам эти вещи. Послание Колоссянам, первая глава, первый стих. Здесь написано. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колосом святым и верным братьям во Христе Иисусе. Если вы обратите внимание, апостол Павел, практически каждое свое послание начинает одинаково. Он обращается, пишем это, святым во Христе Иисусе. Даже если вы откроете первое послание Коринфянам, он даже там начинает точно так же. Хотя Коринфянская церковь, она не была, скажем так, особым примером для подражания. В этом-то, собственно говоря, обычно и проблема у некоторых людей, когда... Ой, я прихожу в церковь. Ой, у нас тут столько несовершенных людей. Странно. Вроде как бы так и должно быть. Ну, в смысле, очевидно, что мы должны возрастать от этого, но тем не менее, они же туда приходят. Это, знаете, это все равно, что... Ой, я хочу поужинать, схожу в магазин. Захожу в магазин. Ой, а что там, курица-полуфабрикаты? Еще их готовить надо, что ли? Вот это да. Яйца сырые, их жарить надо. Вот это ужас какой. Пельмени варить надо, они что, в морозилке лежат? Какой ужас вообще. Вы слушайте, мы приходим сюда, мы возрастаем здесь боги. Мы получили все, что... То, что я уже говорил до этого и вчера говорил. Мы получили все, что нам нужно. Весь технический инструментарий. Простите, что я его так называю. Все духовные благословения, все, что нам нужно для того, чтобы жить той жизнью, которую от нас ожидает Господь Иисус Христос. Теперь нам необходимо применять эти вещи. Но одна из вещей, которая помогает нам применять эти вещи, когда мы перестаем спорить с Божьим Словом и начинаем соглашаться. Еще раз, если Слово Божье говорит, что мы являемся святыми и праведными во Христе Иисусе, то мы являемся святыми и праведными во Христе Иисусе. Я всегда четко добавляю в формулировку. Я не просто святой и праведный. Я святой и праведный во Христе Иисусе. Потому что без Христа Иисуса, какой бы я классный и добрый не был, ничего вообще, ну, никакой я не святой и не праведный. Я в этом отношении привожу пример. Допустим, у нас в Краснодаре есть такой очень известный бизнесмен, он один, ну то есть очень богатый человек, его состояние сколько там, что-то около 5 миллиардов долларов его состояние, ну очень богатый человек. Сергей Николаевич Галицкий, это, наверное, первый человек с таким состоянием, которого я знаю в России, ну в смысле знаю, слышал о нем, которого любят в городе, его все горожане просто обожают. У нас когда были выборы в губернаторы, народ такие, о, давайте пусть Галицкий избирается, пусть Галицкий, он там мужик аж попутал вообще, отстаньте от меня, собирайся в политику лезть, я бизнесмен, отстаньте от меня. Почему в городе любят? Потому что он, он любит футбол, он решил построить, ну основать футбольный клуб, а для футбольного клуба, очевидно, нужна академия и так далее. Он построил супер крутой стадион на свои деньги, причем нам в Краснодаре было очень забавно, потому что он построил гигантский стадион в виде колизея, какой-то итальянский мрамор возил, он построил его что-то за года 4, а зенит-арену газпромовцы строили 10 лет, да, с разным бюджетом, да, как по-разному это все строится. Он построил огроменный парк, один из лучших в России, а то и в Европе, один из лучших парков и продолжают его строить, там ни конца ни края нету этому парку, его за один день обойти просто невозможно, этот парк. Он бесплатный, заходи, гуляй, классное место вообще. Он основал детскую академию, бесплатную, с лучшими учителями, они там получают хорошее среднее образование, там очередь стоит, чтобы туда попасть. И они говорят, да, нам не все подойдут, но мы, очевидно, будем... И там нету такого, ой, сколько ты денег заплатил и так далее. Потому что сколько ты ему денег заплатишь, долларовому миллиардеру, сколько ты ему денег заплатишь, ему, ой, дочь что-то тогда возьму. Да, то есть, ну, ему это неинтересно, ему интересно качество. Его в городе поэтому очень любят. Он много берет городских проектов, то есть долго стоит какой-то там у нас кинотеатр, долго стоял уже там десятилетия, никак его отреставрировать не могли. Он говорит, дайте мне, я отреставрировал. Он сам свои деньги вложил, работников начал и так далее. И вот такой, как бы, добрая душа такой, все время такой простой, не выпендривается. Его дочка единственная, она училась у нас в КубГУ, не в Гарварде, не в Кембриджу, в КубГУ училась. Он сам в Краснодаре живет, не в Москве, не на Сейшеллах где-то. И он говорит, я из Краснодара никуда не уеду, это мой любимый город, я здесь живу. И он живет всегда в Краснодаре. Его очень часто в парке людей, просто гуляющим. Не с огромным количеством амбалов охраны, а просто мужик идет, гуляет. Долларовый миллиардер просто. Люди сидят, хот-доги едят, и вот он ходит, долларовый миллиардер. Нормально вообще. И его, как бы, он из-за своей простоты, его, как бы, народ любит. Но! Из-за того, что он не во Христе Иисусе, ну, пока, к сожалению, он, мы знаем, куда направляется. И не к Богу. Какие бы хорошие дела он ни делал, это никаким образом не приближает его к Богу. Потому что единственный, через которого мы попадаем к Отцу, это через Иисуса Христа. Иисус Христос сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Мы выбираем Иисуса как своего путь, истина и жизнь. И какие бы хорошие дела мы ни делали, они никак не учитываются Богом в формате того, что, ну да, ты столько сделал, ну ладно, приходи на небеса. Отдельная такая дорожка для богатых. Узкий путь, широкий путь и средняя магистраль. Для тех, которые не хотят ни туда, ни туда, они свой собственный путь проложили. Могу, деньги есть, да? Это так не работает. Это так не работает. Есть четкий, конкретный путь. И этот путь Иисус Христос. Он классный человек, слава госту, насколько я о нем слышал. Вообще отзывов от людей, которые, что говорить, он когда магнит свой продавал, и там вышел всем сотрудникам, у них там огромное такое здание офисное, пендагоном мы его называем, потому что реально как здание, как пендагон построено прям по, по, ну, визуально. И народ вышел просто, ну, то есть он со всеми прощался, говорит, там просто народ стоит, рыдает, просто. Когда это такое было, чтобы начальник уходил, и весь народ говорит, ну, может, вы не уйдете, может, не будете продавать, ну, куда вы, прикиньте, куча народу стоит просто. Ну, удивительно, я когда посмотрел эту картину, думаю, прикольно, интересный какой он человек. Но очевидно, что ему нужен Иисус Христос. Очевидно, что он сможет сделать сильно больше с Иисусом Христом, когда он родится свыше. Еще раз, друзья, я просто это просто привел как пример, чтобы мы не уходили никуда в сторону. Мы святые и праведные во Христе Иисусе. Имеем мы полноту веру во Христе Иисусе. Имеем полноту помазания во Христе Иисусе. Это все благодаря Иисусу Христу, живущему в нас. Вот почему, возвращаясь в начале, нам необходимо, жизненно важно знать, что Бог всегда с нами. Потому что если моя вера и все остальные благословения зависят от того, что Он находится рядом, тогда, очевидно, мне нужно знать, что Он всегда со мной рядом. Потому что если я не буду знать, что Он рядом, или буду ориентироваться на чувственные вещи, как только я не чувствую, я сразу буду автоматически верить, что значит, работать ничего не будет. Как это было у меня, я помню, я верил еще до того, как я научился всем этим истинам, которые мы сегодня учим. Я верил, я был иногда учен, что если я возлагаю руку на человека и не чувствую, что сила Божья течет, значит, исцеление никакого не произойдет. И сколько бы я за людей не молился, без толку вообще. Вот ноль. Я очень хотел, но я возлагал руку, я молился. Я прям, знаете, я себя как тюбик с зубной пастой. Вот знаете, когда он заканчивается, ты... Ну давай! Ну давай! Мне надо еще разочек зубы почистить. Надо вот сейчас, чтобы исцелеть. И вот я вот... И кричал, и топтал, и руку, вот знаете... И без толку вообще. Потому что от этого не зависит. Результат происходит по вере, а не от того, насколько я сильно-сильно зажму глаза и сильно-сильно напрягу свою руку. Вообще от этого ничего не зависит. Все по вере это происходит. И как только я начал верить, что написано слой Божьим, я исполняю Божье Слово и оно работает, удивительным образом начали происходить результаты. Причем, когда они начали происходить, я начал себя щипать, потому что, да ну не может быть оно все так просто. Вот как ко мне люди иногда подходят, на первые, когда на школе исцеления попадают, они говорят, да Алексей, да ну не может быть оно все так просто. Должно быть сложно. Разрушать проклятие, копаться в корняк, там что-то вытаскивать из людей, долго-долго молиться. Вот это вот все. Тайфун вот этот вот создавать. Много шума, мало эффекта. Как говорит наш друг про Ром Том Скорелла, говорит, сегодня, к сожалению, христиане хотят больше эффектного, нежели эффективного. Я как-то об этом размышлял, я думаю, я лучше буду вообще самым неэффектным, но самым эффективным. Меня прежде всего интересует эффективность, а не то, как оно выглядит со стороны. Итак, читаем дальше. Мы все дам же в послании к Колоссянам. Третий стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благословения, благословения, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает. Обратите внимание, слово благовествование, что оно делает? Пребывает, приносит плод, возрастает. Казалось бы, я же уже услышал слово благословение, я его принял, ну и аминь, и все. Нет, этого недостаточно. Он четко говорит слово пребывает, приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Как и научились от ипофразы возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас, служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его. О чем Павел молится? Чтобы они познали волю Божью. Он молится за их обновление разума. Он молится, чтобы они осознали, что Господь для них сделал, чтобы они это поняли. Познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Чтобы поступали достойно Бога. Обратите внимание на эти связующие вещи. Когда я смогу поступать достойно Бога? Когда я знаю Его волю? Я не смогу поступать достойно Бога, когда я не знаю Его волю, я только догадываюсь все время до Его воли. Или в формате я чувствую, что Бог сейчас хочет вот это. О, я ощущаю, что Дух сейчас влечет вот туда. И это, знаете, вот у меня сын маленький, он вот так себя ведет. Он проснулся, казалось бы, но выспался. Нет, вот проснулся, что-то ему не так. Нет, все ему не так. Пирешка у меня даже. Нет, я нет хочу, вот эту хочу. Все, истерика у него. То есть он ведет себя по состоянию чувств, по состоянию своего собственного ощущения. Говоришь ему, надо спать ложиться. Нет, я хочу бегать, играться. Нет, спать ложиться. Все, конючить начинает. Понимаете, да? То есть мы не должны себя таким образом вести. Это младенчество, это конкретное детство. А нам сказано возрастать. И таким образом, как мы возрастаем? Через познание Его воли. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, обратите внимание, чтобы мы угождали Ему, принося плод, опять плод, опять плод. Познание воли Божьей должно порождать плод. Если плода нету, есть вопросы. Послушайте, давайте так. Все взрослые люди. Когда женятся муж и жена, и они, как говорится на дальнем переводе, познают друг друга, от этого происходит плод. Ребенок рождается. Плод. Если плода нету, возникают вопросы. Может быть, есть какие-то проблемы со здоровьем. Может быть, что-то не так. Потому что при работающих обоих организмах будет плод. Так заложено. Здесь точно так же. Если я познаю волю Божью, применяю, поступаю по воле Божьей, это будет порождать плод. Я соединяюсь с этой истиной, эта истина рождает плод через меня. Принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Опять возрастая в познании Бога. Обратите внимание, не в познании себя. Вот что, сегодня, к сожалению, в том числе, уклонившись от истины, начали учить, перенимая с восточных религий, познай себя, рассмотри себя. Писание говорит, ты умер, Христос живет через тебя. Галатам 2 глава, 20 стих. Не я уже живу, Христос живет через меня. Я не в себе должен копаться. Я должен копаться во Христе Иисусе. Вот почему мы так, простите, категорично относимся к практикам созо, психологии и вот этих всех вещах. Мы между собой пасторами называем служение копания в трупе. То есть, человек говорит, я христианин, я родился свыше. Ему говорят, ну, нам надо в тебе покопаться. То есть, они достают этот труп, такой, так, что у тебя, ага, непрощение. То ты, ой, у тебя там вот это в 4 года у тебя было, ой, вот это. Давай сейчас со всем этим разберемся, починим старое творение и тогда новое творение будет совсем новое творение. Так ты умер. Ты умер. Все. Это к тебе никакого отношения не имеет. Теперь тебе нужно не в себе копаться и познавать себя. Тебе нужно познавать Господа и преображаться от Его образа. Смотря на Него и преображаться в Его образ, а не себя постоянно рассматривать. Потому что рассматривая самого себя, ты будешь постоянно преображаться в себя собственного. Ты будешь просто ходить по кругу. Да. Писание же учит, смотри в зеркало. Вот оно, зеркало. Ты сюда смотришь. Иисус это слово и ты преображаешься от этого слова. А не вновь, ой, надо вот это еще. Очевидно, что именно слово, когда ты возникаешь, слово, оно, если в тебе еще есть какие-то вещи, с которыми тебе нужно разобраться, оно будет это высвечивать. А не так, что мне надо каждый день заходить куда-то в медитацию и копаться в себе. О, что-то там сейчас какое-то просветление наступит. Как некоторые сегодня тоже современные вот эти практики. О, у нас молитва пропитки. Коржик сухой прописывается. Ну, простите, ну, типа, ромовая баба сиропом пропитывается. Что это такое? Мы лежим, вот и Дух Божий пропитывает нас. Подожди, так вы соединились с Богом или не соединились, или вы все еще соединяетесь с Богом? Как вот некоторые, каждое воскресенье приходят, давайте сейчас соединимся с Господом. Собрание неверующих. Как вот у меня, я помню, в Воркуте пришел на одно собрание, какая-то конференция была, не наша церковь, другой. И очень забавно там такое помещение, было даже не цокольное, а подвальное, то есть вообще ока не было. И, ну, собрание, человек 150, наверное, и пастор такой, выходит, говорит, давайте сейчас так громко славить Бога, вот прям сильно громко, потому что у нас подвальное помещение, тут звукоизоляция, чтобы вот наш звук до небес дошел. А у Бога проблемы со слухом? Или в подвале там уже у него связь не ловят? А как шахтером тогда быть? Я из шахтерского города, Воркута, шахтерский город, как-то шахтером, спустился вниз, все, связь с Богом потеряна. Друзья, понимаете, это же простые вещи, то есть, когда ты об этом так говоришь, то оно как бы так, ну да, что-то глупо звучит. Когда ты на такое собрание попадаешь, ну да, так духовно, так здорово вообще, ой, меня так касается вообще. Конечно, за струнки души играют, и душа такая, ой, ой, как здорово, так весело. И люди не понимают, а в чем проблема, потому что проходит какое-то время, и потом ты играешь на тех же самых струнках души, а душа что-то не сильно реагирует на это, потому что, ну, я это уже пробовал. Вот что у нас в христианстве, надо что-нибудь новенькое. Ну, что-то новенькое надо. Что-то какие-то новые проповеди. Какое-то служение новенькое. Что-то у нас все вот так. У нас что-то новенькое. Все новенькое. Со старенькими забрался? Новенькое. Ой, пастор, ты же уже проповедовал по поводу этой темы. Да? Ты уже начал это исполнять, что я проповедовал? Не, ну я практикуюсь пока. Я буду еще, значит, об этом проповедовать. В смысле, а как надо? Что-то новенькое. Зачем? Когда ребенок, ну я не знаю, сейчас есть такая практика или нет, по крайней мере еще, когда я учился, была такая практика. Если ребенок учится в каком-то классе, и он не может пройти программу этого класса, что происходит? Его оставляют на второй год. Потому что ему надо пройти эту программу. Нет смысла идти дальше, пока ты с этим не разберешься. Какой смысл давать тебе логарифмы, если ты не умеешь умножать 3 на 2? Ну, ты не разберешься там. Ты еще в большей дебри заплывешь вообще. Понимаете? Это простые вещи. Все шаг за шагом делается. Он говорит, не, еще новенькое, еще больше новенького, еще больше новенького. И у нас поэтому голова вот такенная. Мы все знаем, все слышали уже. А как по поводу применения? Я помню, ко мне на одной конференции подходит человек. Не помню, где это было, несколько лет назад. Школа исцеления была. И первый день буквально у нас был конференции. Он вечером ко мне подходит, уже закончил служение. Говорит, о, Алексей, здрасте. Да, слушал ваши послания там еще в интернете. Слава Господу. Да я вот даже не знаю, завтра, наверное, не приду. Я уже все это слышал. Я уже все знаю там и так далее. Я такой, да? Я, ну, не пытался издеваться над ним. Я говорю, слушайте, так здорово. Поделитесь вчерашним свидетельством? И его нету. Ладно. На этой неделе свидетельство? Нету. В этом месяце? Да вроде не было. Ну иди сядь, ты ничего не знаешь. Ты ничего не знаешь. Если ты не умеешь это применять, и если у тебя нету плодов, ты ничего не знаешь. Знать подразумевает то, что ты умеешь это применять. То есть, как, допустим, это происходит в школе? Давайте вот самый простой элементарный момент, с которым мы все с вами сталкивались. В том или ином виде и в то или иное время. Ты приходишь в школу, допустим, на урок математики. И преподаватель, допустим, говорит, сегодня мы изучаем, не знаю, умножение. Она рассказывает, там, за умножение, как, чего, как делать. Потом человек кто-то вызывает, когда она рассказала всю тему, показала все это, порешала на доске. Потом она вызывает кого-то, ты там, не знаю, выходи, сейчас будешь решать пример. Пишет пример, пробует решать на доске. Следующий выходит, пробует решать. А потом дают домашнее задание, чтобы проверить, ты понял то, что тебе давали или нет. Как будет понятно, понял он или нет. Он самостоятельно пробует делать то, чему его научили, и получает результат. А если он самостоятельно не может это делать, значит, он не усвоил, значит, он ничего не понял. Именно это и показывает, был ли какой-то плод. А если я просто хожу, не делаю никакого домашнего задания, ничего не изучаю, мне просто прихожу, мне лекции читают, я буду теоретиком. И то, скорее всего, плохим теоретиком, потому что, скорее всего, эта информация будет также очень легко и, знаете, выдуваться из разума. Ее нужно применять. Она гораздо проще сидит в нашем разуме, когда мы ее применяем. Я никогда в своей жизни не завучивал места писания. Вообще, никогда. Я знаю очень много мест писания Библии, но я их никогда не завучивал. Как они запомнились мне? Я о них размышляю, я их применяю в своей жизни. И когда я таким образом живу, они как-то сами залезают ко мне в голову. Не специально. Это то же самое, как вот ты песню какую-то специально не учил. Ты ее просто слушал много раз, и в какой-то момент ты такой просто идешь и начинаешь ее напевать. А ты же не учил ее никогда. Специально не заучил, не распечатывал себе текст, куплеты, заучил куплет, припев там и так далее. Ты же этого не делал. Ты просто это постоянно применял. И это преобразило тебя в том плане, что ты зафиксировал эту информацию, и теперь ты можешь это применить. Драгоценное со Словом Божьим точно так же. Мы применяем Божье Слово, изучаем Божье Слово, познаем Господа, познаем Его волю для того, чтобы мы могли ее применить. Если я просто знаю волю Божью, но не применяю ее, зачем мне ее знать? Какой смысл во всех этих вещах, если я не могу ее применить? Знание ради знания, но я уже вчера говорил, мы же не гностики, мы же христиане, правда? Читаем дальше. Значит, еще раз, 10 стих. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Опять же, обратите внимание. Укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его. Не моей. Его. Я всегда ориентируюсь на Его силу, на Его ум, на Его откровение, на Его познание. Не на себя собственного. О, что я имею. Потому что мы в свое время, вот как-то церковь в какое-то время свернула большим потоком в момент того, что, так, мне нужно получить мою веру, мне нужно получить мое помазание, мне нужно получить мои дары, мне нужно получить еще что-то мое. И вот мы ходим, знаете, как это, собиратели, грибники-собиратели. Ходим, помазание в лукошко, веру в лукошко, еще что-нибудь. И ходим, ходим, мы все собираем. И кто много собирал, знаете, деньги были, по странам мотался и под те руки встал. И вот тот за него молился. У него со всеми есть фотографии. И кто за него только не молился уже. И Лестер Савр, Лекенет Хэгген, Йонг Гичо. И кто только за него не молился вообще. Он такой, о, супер вообще. У меня есть один знакомый епископ в другой стране. Он как-то рассказывал, он говорит, у меня, говорит, ну так как была возможность, он очень бипско, очень большого объединения. Вот, он там тоже, у него, отец был пастором, помню, тоже дед был пастором. Нет, отец был пастором, да, в поколениях, еще там в Советском Союзе. Вот, и он говорит, я в свое время думал, ну вот надо помазание. Он поехал к Йонг Гичо, лично Йонг Гичо за него молился. Потом там еще куда-то поехал, еще там нет. И он говорит, у меня в какой-то момент начало складываться впечатление, что чем больше я езжу, чтобы они за меня молились, тем хуже мое служение. Лучше, ничего не становится, только хуже что-то становится. Еще и деньги тратятся, пока поездишь, вот это вот. По всему миру, ну такая себе тема. В то время, как мы должны осознать, что Писание говорит, что у нас это есть уже, и мы должны это применять, а не гоняться за всеми этими вещами. Понимать, что мы во Христе. А если во Христе, может ли быть во... Знаете, как люди говорят, ой, у меня, наверное, не хватило веры. Может ли Иисусу не хватить веры? Понимаете, когда я говорю за себя, может ли мне не хватить веры? Как будто бы логично звучит, что, наверное, может когда-то не хватить ее. Когда я говорю, может ли Иисусу не хватить веры? Как-то вот эти... Ну, фраза какая-то, изначально лишенная какого-то смысла и логики. Так если я действую во Христе, если Он действует через меня, тогда при чем тут моя вера? Когда это его вера? Мы же действуем на основании его веры. Мы действуем на основании его помазания. У меня нет никакого моего помазания. Кариблейковского помазания нету, слава Господу. Помазания, так же, как у любого верующего, Иисуса Христа. Вера Иисуса Христа. Наша вот просто фокусировка, она в Иисусе Христе, а не в каком-то особенном человеке. Слава Господу за каждого служителя, там, апостола, епископа и так далее. Слава Господу. Но они люди, и нам никогда не сказано в них возрастать. Более того, в Библии никогда не говорит, возрастайте в апостола Павла. Возрастайте в апостола Петра. Мы можем в чем-то им подражать, как апостол Павел пишет, «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Но, конечно, это цель в любом случае Христос. Подражание Христу, смотреть на Христа, брать пример с Иисуса Христа, Его характер, Его мысли, Его действия, Его слова. Все только направленное на Него. И познаем мы Его прежде всего. И от Него преображаемся. Больше и больше в Его образ. Читаем дальше. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы». Избавившего! Это уже сделано. Он избавил нас от власти тьмы. Мы сегодня не находимся под властью тьмы. Мы находимся под властью Иисуса Христа. Наш Господин Иисус Христос, Он наша власть, Он наш глава. Мы под Его властью. Дьявол над нами не имеет никакой власти. Что значит, дьявол не имеет над нами никакой власти? Вот знаете, я иногда, когда говорю какие-то слова, я понимаю, что они настолько часто звучали в христианской среде, что мы говорили, да, все, не имеем власти, аминь, а что это значит? Ну, не имеем власти, Он не имеет власти, все, мы под Иисусом. Конкретно, что это значит? И вот мы иногда вот такие словечки какие-то слышим, а даже иногда не задумываемся, что это значит. Смотрите, что подразумевает власть? Власть подразумевает легальное, разрешенное действие, которое он может делать. Послушайте, почему коррупция, ну, то есть взятки, в любой стране это преступление? Ни у кого нету разрешения совершать подобные там коррупционные схемы. Почему? Потому что в любой стране мира, в законе, который, по крайней мере, юридически прописан, как власть, там написано, что вот такая-то там условно статья в уголовном кодексе, нельзя взятки давать, нельзя взятки принимать там и так далее. Запрещено законом это делать. И когда человек это делает, он нарушает закон, и он преступник. Даже если он находится в какой-то позиции, он не может этого делать, потому что власть, закон власть установила, что должно быть вот так вот. И это в любом случае нарушение закона. Перевожу это немножко на более христианский и понятный момент. Когда дьявол действует в нашей жизни до Христа, он делает в нашей жизни, что хочет, потому что он на это имеет право. Я ему принадлежу. Я дитё дьявола, я чё хочу с ним, то и делаю. Вот игрушку ребёнку купили, он чё хочет с ней, то и делает. За уши тягает. Я как-то сыну подарил панду, мягкую такую. Он её обычно, когда поднимает с пола, он её почему-то за ухо всё время поднимает. Хотя ухо маленькое, но он почему-то за ухо её всё время поднимает. Не в обнимку, там ещё как-то. Именно за ухо. Ну и чё, это его игрушка. Он над ней имеет власть. Вот это его игрушка. Он как хочет с ней, так и играет. Это его власть. Драгоценные. Когда мы уверовали в Иисуса Христа, мы перешли из тьмы, были избавлены от власти тьмы и переведены, как раз как здесь написано, и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Мы были переведены в царство возлюбленного Сына Божьего, в царство Иисуса Христа. Что это значит? Это значит, что теперь любые действия дьявола по отношению к нам, они незаконные. Давайте попробую ещё привести пример. Мне кажется, не совсем это понятно. Когда, допустим, вы покупаете какую-то недвижимость, квартиру, допустим, вот вы покупаете недвижимость, у этой недвижимости есть владелец. Когда вы её покупаете, вы подписываете договор, оплачиваете, в этот момент владелец меняется. Хозяин квартиры меняется. Когда вы стали хозяином квартиры, теперь вы решаете, какой ремонт будет в этой квартире, как будет стоять мебель, кто там будет жить, потому что вы хозяин квартиры. И прошлый владелец квартиры не может прийти, выставлять какие-то условия, приходить, когда ему хочется, принимать какие-то решения в отношении квартиры. Эта квартира ему больше не принадлежит, и его любые действия в отношении этой квартиры незаконные. Если он попадет в эту квартиру без разрешения, допустим, замок не поменяли, он попадет в эту квартиру, он автоматически стал преступником, потому что он проник в чужое имущество. Хотя оно когда-то принадлежало ему, но сейчас уже не принадлежит ему. Так вот, аналогично произошло и с нами. Когда-то мы принадлежали дьяволу, но когда мы уверовали в Иисуса Христа, мы стали принадлежать Господу и Иисусу Христу. И теперь любое действие дьявола, оно незаконное. У него нет на это разрешения. А знаете, что это дает нам? Мы всегда можем дать ему по шее. Потому что если у него есть власть, тогда извините. Понимаете, у полиции, у военных в государстве, практически во всем государстве, есть монополия, так называемая, на применение силы. Так, юридическим языком это прописано, монополия на применение силы. То есть, условно, если какой-то преступник совершает какое-то действие, у сотрудника полиции есть возможность совершить какой-то, не знаю, там, скрутить его, если он там отстреливается вплоть до того, что застрелить этого человека и так далее, и он за это не будет наказан, потому что у него на это есть власть. Это не преступление. Но если любой другой человек во время той же самой погони достанет пистолет и застрелит этого преступника, он будет преступником, потому что у него на это нет монополии, у него нет на это власти. Одно и то же действие, но совершенное разными людьми во власти и не во власти, рождает разные последствия. Если во власти, он не преступник, потому что у него есть для этого разрешение. А если власти нету, совершая это действие, он автоматически преступник. Вот почему Иисус и говорит, он дает две главные характеристики дьяволу в Евангелии. Он лжец и он вор. У вора нет разрешения попадать куда-то в имущество. Не бывает такого, что я сижу с супругой, не знаю, там, пью чай за столом, общаемся, вдруг звонок в дверь, открываю, а там стоит, знаете, такой человек презентабельный, такой, знаете, вот я завтра хочу ограбить вашу квартиру, можете, пожалуйста, подпись поставить разрешение, что вы разрешаете мне ограбить вашу квартиру? Так, не происходит? Да, 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 такой, цивилизованный. Он влазит туда, куда он может влезть. Он не будет ни у кого спрашивать разрешение. Это и делает вора, вором. Я в свою квартиру, когда попадаю, в любое время, как угодно я туда попадаю. Вот у нас была, произошла ситуация, хулиганы нам там с прошлым офисом сделали, короче, залили замок клеем, суперклеем. А я еще на свою голову поставил там антивандальный замок, что его даже высверлить не получилось. Мы начали высверливать и сожгли два сверла хороших. Да, по итогу, что нам пришлось делать? Слава богу, был цокольный этаж, мы просто вскрыли окно и залезли через окно. Казалось бы, через окно. Но так как офис мой, я могу туда ловить, хоть через дверь, хоть через окно. Это мой офис, что хочу, то и делаю. Это мой офис. Но преступник, как бы он ни заходил, через окно, через дверь, через парадную, через черную, если ему нельзя туда заходить, закрыт, а он влез туда, все, он преступник. И могут быть последствия в отношении, не то, что могут, должны быть последствия в отношении него. Вот точно так же и дьявол. Не должно быть никакого попустительства, когда дьявол приходит в жизнь человека и, знаете, каким-то образом попустительствует. Вот мне задали вопрос в Тюмени. Там несколько ребят, они говорят, слушай, вот Алексей, вот мы уже два года молимся там за одну девочку, там у нее там разные тяжелые диагнозы и так далее. Что-то как-то не видим никаких изменений. А я задал простой вопрос, но этого простого вопроса, дальше ответы на этом закончились. А она, эта девочка, она живет не в Тюмени, она живет там в соседнем поселке, там где-то, наверное, километров 40, наверное, от Тюмени. Я говорю, один простой вопрос, я говорю, а как часто вы у нее бываете? Алексей, а, точно. Ну, то есть, если ты раз в год молишься, ну, представляешь, как быстро будет идти процесс. Вот почему, когда мне люди звонят, я всегда говорю, перезвоните мне там в течение недели, или там, если острая какая-то ситуация, там через час перезвоните мне, через два часа перезвоните мне, для того, чтобы мы вели ситуацию и довели ее до конечного результата. Потому что молитва, если мы молимся за исцеление, это не то, что помолиться, чтобы помолиться, должен быть результат от этих вещей, а не просто мы сотрясли воздух, помолились и все. Должен быть конкретный результат. И, очевидно, мы должны ожидать этот результат, потому что так написано в слове. И мы действуем четко, согласно написанному Божьему слову. Мы не разрешаем дьяволу командовать нашей жизни. Очень часто, к сожалению, я прям заметил, мы в том числе в Тюмени там за это разговаривали, я очень часто это замечаю. К сожалению, нам почему-то надо, чтобы мы прям начали противостоять дьяволу, надо, чтобы что-то такое прям, ну, из ряда вон произошло. Какой-то диагноз, который прям, ну, может привести к смерти. Или какой-то диагноз, который очень, ну, сильный дискомфорт состоит. Или какой-то счет, который, а как я его вообще оплачивать буду, мне даже кредит не дают, как я его оплатить буду. Вот примерно в этот момент мы такие, ой, наверное, пора молиться. К чему я это говорю? Допустим, человек такой, я ношу очки. Сейчас никому не претензии, расслабьтесь. Я ношу очки. Ну, как бы, а ты молишься за свое зрение? Или ты просто, ну, ношу очки, но и ношу, какая разница вообще? Понимаете, да, то есть в этом момент? То есть как бы, не, ну, очки же есть, я одел, вроде все видно, нормально. Подожди, так у тебя есть возможность. А тут получается, знаете, это как не вор, знаете, а мышка дома поселилась. Мышка. Ты ее не видишь, а до днем не вылазит, не пить. Ты вот как бы, но каждое утро просыпаясь, ты видишь следы и слегка покусанные некоторые продукты, оставленные тобой не в холодильнике. Казалось бы, ну, 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 она же тоже голодная. Ну, пусть будет, ничего страшного. Ну, как я обычно шучу по этому у себя, я говорю, она же за аренду квартиры не платит. Поэтому я не разрешал ей тут жить. Паучкам всяким, мышкам, это, ну, не их жилье. Они не платят за аренду. Ну, извините, как говорится, либо за аренду платите, либо выселяйтесь. Да. Здесь то же самое. У дьявола нету разрешения командовать в твоей жизни. Делать даже маленькие пакости. Потому что с этого всегда все начинается. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А потом он ноги свешивать начинает. Это как с маленьким ребенком. Чуть-чуть попустишь, все, а потом ноги свесит. У меня супруга иногда, о, а чего вот там, мама. Мы воспитываем ребенка с малого возраста. Потому что Писание говорит, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, и когда и состарится. Так говорит Слово Божье. Я очень люблю моего сына. Я прям вот обожаю его просто. Тискаю его постоянно. Я его настолько тискаю, что я постоянно небритый. И у него постоянно красные щеки из-за того, что я постоянно трусь об него своей щетиной. Да, и супруга постоянно за это ругается. Но при этом, когда я вижу, что он конкретно ведет себя неправильно, мы вначале говорим его. Когда он не слушается, я ставлю его в угол. Я помню, у меня мама когда-то, ты что, в угол, нельзя же так. В смысле нельзя? Мне нужно, чтобы он услышал. Он не командует здесь. Он не будет командовать доме. У него есть отец, у него есть мать. И вообще-то в Библии четко сказано, что дети должны быть послушны своим родителям. И я отвечаю. У меня есть ответственность, в том числе перед Богом и перед моим ребенком, чтобы научить этим вещам. Оно не вот так вот происходит. Оно не автоматически заложено с момента рождения. Мне его научить нужно. Что значит почтение к родителям? Что значит подчинение родителям? Послушание родителям? Мне нужно научить его этим вещам? Если я не научу его, он сам не научится этим вещам. Мне нужно его научить. И где самое, он же ничего не понимает Я за своим сыном еще с года наблюдаю, что он отлично все понимает Вообще шикарно все понимает Причем у нас некоторые удивляются, когда к нам в гости приходят Бывает, знаете, разбалуются, начинают что-то там прям буянить Я его ставлю в угол, стоит, плачет, но не выходит Никогда не выходит, а как он так стоит? Говорит, держать надо в углу Нет, у меня послушный сын, у меня он слушается Я не использую это, знаете, как вечную порку какую-то Я не использую даже того, чтобы ставить в угол, как наказание Я использую это, чтобы типа очнись, обрати на меня внимание, пожалуйста Я хочу донести до тебя какую-то мысль Ты не можешь так делать И мы объясняем ему, хотя год и семь, казалось бы Но я прям вижу, насколько он все понимает вообще И как я это вижу по его делам, по дальнейшим делам я понимаю Он такой, ага, так делать нельзя Бывает, что пару раз надо это объяснить Но тем не менее он это начинает делать Дьявол, когда начинает делать, ну потихоньку, потихоньку Это значит, как эффект Эффект сваренной лягушки Знаете, да, за такую тему Если лягушку кинуть в горящую, в кипящую воду, в кастрюлю Она выпрыгнет оттуда Но если лягушку посадить в холодную воду Она прекрасно там будет сидеть Она привыкла сидеть в холодной воде И чуть-чуть добавлять температуру По чуть-чуть, по чуть-чуть она станет теплой И в какой-то момент лягушка даже не поймет, когда она сварится Она сварится заживо, и она даже не поймет тот момент, когда она сварилась Их и так варят, собственно, лягушек Вот дьявол действует точно так же Не сразу, потому что если он сразу придет Дьявол такой, ааа, Иисус, помоги Он потихонечку, помаленечку, с какой-то лжи, чуть-чуть Знаете, как это, семечки вот так вот, знаете, кидает Давай, иди сюда, гуля, 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 сюда, 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 сюда Подходи, подходи Вот для чего нужно Божье Слово Потому что, когда мы ориентируемся записанным Божьим Словом Нас очень сложно обмануть, если вообще возможно Очень сложно Вот почему Писание говорит, чтобы мы укреплялись Его Слове Возрастали в познании Божье Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения То бишь, условно говоря, если я в Него возрос На меня эти ветра не будут влиять Они будут дуть, но я буду понимать, это не моя направляющая Моя направляющая – это Иисус Христос Аминь Читаем дальше 14 стих В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов В Иисусе Христе мы имеем Не будем иметь Мы имеем сейчас искупление кровью Его и прощение грехов Твои грехи прощены Это было очень хорошее место для Аминия Прям отличное место для Аминия Твои грехи прощены Мы очень часто А как же вот тот грех? Послушайте, еще в Ветхом Завете Псалом 102 написано Обожаю этот Псалом Там написано Благослови душа Господа И не забывай всех благодеяний Его Обратите внимание Не забывай мой разум Не забывай дух мой Тело мое не забывай Душа Главная перебежица Обращали внимание на душу, да? Когда зарплата пришла Аллилуйя, слава Иисусу А когда еще есть премии дали Ты в воскресное собрание приходишь Аллилуйя, Иисус А когда сказали Наверное зарплату урежут Приходишь в воскресенье Господь А что поменял? Господь поменялся? То есть мы четко следуем Вот за вот этими всеми вещами Ориентируясь за этими вещами Поэтому там и сказано Душе Воля, чувства, эмоции Вот душе Душа Не забывай благодеяние Его Вспомни, пожалуйста Потому что душа любит смотреть на видимое Потому что она чувствует Видит Ну ты же видишь Ну ты же видишь Ты же слышал Да ну не хочу я Я вот что я вижу Что я слышу Вот оно Вот куда должна смотреть душа Не забывай всех благодеяний Его Каких благодеяний? Первые два благодеяния Он прощает Все беззакония твои Не некоторые Не чуть-чуть Все беззакония твои Друзья Очевидно, что Возможно У нас есть какие-то такие беззакония Которые мы делали до Иисуса Христа Которые нам кажутся Что ну невозможно Их простить Ну невозможно Послушайте В этом и есть Милость и благодать Божья Я помню, как где-то Может быть год назад Я не помню точно Мы служили в Ребцентре У нас там в Краснодаре И нам там выделили комнату Комната исцеления у нас там была При центре Каждое воскресенье мы туда приходили Вечером служить И заходит один брат Он первый раз туда пришел Вот Ну в смысле к нам зашел И он хромает Прям сильно-сильно хромает Мы такие О, понятно Надо за ногу помолиться За что еще надо, брат, помолиться Он говорит Нет, там За ногу молиться не надо В смысле не надо молиться за ногу Ну не надо, братья, молиться за ногу Все нормально Это от Господа В смысле от Господа Ты что говоришь такое Мы ему начинаем говорить Он говорит Да вы ничего не понимаете И он когда уже То есть Ну его прям начали писать Он говорит Короче Говорит Я вам сейчас объясню Он говорит, конкретно этой ногой несколько лет назад я забил человека насмерть, и я за это отсидел в тюрьме. И Бог, по его размышлению, дал ему эту проблему с ногой, чтобы вот что-то научить его, смирить его и так далее. Мы его сажаем, открываем Писание, говорит, давай посмотрим, скольких грешников исцелял Иисус. Был ли хоть один достойный, кого Иисус исцелил? Нет. Все были грешниками, все недостойные. Просто в нашей голове почему-то, опять же, это абсолютно религиозное мышление, что есть грех большой, а есть грех маленький. Типа вот есть большой грех, там, убийство, блуд, ой, это большой грех. А сплетни? Ну, ничего страшного. Поэтому в церквях как бы блуд и убийство как бы не это, что это, грех. А сплетни? Да ну ладно, ничего страшного. Перетрем кому-нибудь, Костя. Рже свидетельство. Обычное дело вообще. Обиды туда же. В церкви обычное дело, когда кто-то на кого-то обижается. Я регулярная причина чьих-то обид в церкви. Пастор всех раздражает. Ну, должность у меня такая, раздражать людей. Что поделать? А чё? А чё не так? Знаете, есть такие люди, которые вообще, в принципе, они вот приняли решение, вот я вот такой, тонкая душа такая. В воскресенье приходят, не такие песни. Не эти песни. Мне не нравятся такие песни. Господь, выведи меня из ура халдейского. Такая тонкая натура, такая, ничего не скажешь вообще. Я уже не говорю, там против шорстки погладить. Если против шорстки погладишь, там сознание потеряет сразу. Друзья, послушайте, любое исправление, любое возрастание будет неприятным. Не некоторое. Любое исправление, любое возрастание, правильное возрастание будет неприятным. Моему укропозу год и семь. У него уже почти выросли все нужные зубы к этому возрасту. Они до сих пор режутся. Они как начали резаться, всё никак остановиться не могут. Один за одним, один за одним, по два, по три зубы. Поэтому, тадам, когда этот акула уже закончится, вот это вот. И когда они у него начали резаться, ему неприятно. Он всё время что-то грызёт, у него слюни, как у бультерьера, вот это вот текут. Вот же он чешется там и так далее. То есть оно растёт. Но оно должно вырасти, потому что он должен перестать пить молоко из груди и начать есть нормальную пищу. Потому что так создан организм, чтобы у него выросли зубы, и он начал употреблять твёрдую пищу. Начал шивать, начал употреблять твёрдую пищу. Когда вы, вот я уверен, обращали внимание, когда какая-то ранка, порез и так далее, она начинает заживать, она чесаться начинает. Почему она начинает чесаться? Там начинают нарастать новые клетки. Отмирать старые, которые не нужны, и нарастать новые клетки. И возникает вот это вот ощущение чесания. И кажется, неприятно. Так ну, оно же должно зарасти. Ну, надо же, чтобы оно заросло. Организм работает для того, чтобы эта ранка заросла. Когда человек приходит в тренажёрный зал, он хочет нарастить мышечную массу. Он не сможет это сделать, поднимая гантельки по 2 килограмма. Стоит такой. Он может хоть целый день так делать, без толку вообще. Нагрузка, когда будет изменение только тогда, когда будет даваться нагрузка. Когда человек бегает, допустим, вот он хочет, допустим, похудеть. Он бегает не так, что так, ну, 3 минутки пробежал, особо не вспотел такой. Ну, нормально, трусой пробежал и так далее. А он бегает, что его организм чувствует, что он бегал. А иногда это ещё в самом начале, как я несколько раз худел, это всегда, когда ты бежишь, я говорю, стой, остановись, сядь, хватит. И ты прям борешься с организмом, потому что он не нравится, он ленивый становится. Он становится ленивый, тебе приходится его приучать, как ребёнка, он не хочет. Пойдёт, не хочу, не буду. Я помню, как меня в садик собирали, вообще вот это вот утром будет. Не хочу, не буду. Завернули в шубу шарф на санке вперёд. Слава Господу. Хорошо, хоть не с горки спускали, это слава Господу. Да, Иисус Сарь. Ну, у нас зима всё время, на санках в любое время года практически можно было до садика вести. Нормально было. Вот, то есть это необходима нагрузка. И очевидно, если вы когда-то были в тренажёрном зале, и вы поднимали какие-то штанги, занимались какими-то упражнениями, что происходит на следующий день? Да, всё болит. Мышцы болят. А знаете, почему они болят? Потому что вот эти вот клетки, мышечные клетки, они разрываются и соединяются заново. От этого они, собственно, и растут-то. Они от этого больше, они не надуваются. Они разрываются, срастаются, разрываются, срастаются. Таким образом происходит нарастание мышечных волокон, мышечной массы. И это неприятно. Но именно это произведёт результат. Это неприятно. Послушайте, я помню, когда я учился в Вере, какая ломка была в разуме просто. Потому что я понимал, что проще таблеточку выпить. Я помню, как я боролся с мигренивыми головными болями. Такой, всё, я, короче, стою в Вере. Молиться буду. Молюсь, провозглашаю. И уже так плохо, что ты уже... Так, ладно. Где таблеточку процитамола? Выпил. Такой. Не, в следующий раз я точно поберу. Я не так, что... Ну всё, это не моё. Нет, я понимаю. Я хочу, чтобы Слово Божие работало. И оно не всегда работало вот так вот. Очевидно, учиться приходило всем этим вещам. Я до сих пор возрастаю, до сих пор учусь. Опять что-то молишься в следующий раз. Опять всё, халилуя. Опять таблеточка. Но по итогу ты молишься, и оно проходит. Молишься, и оно проходит. И впоследствии вообще от этого избавляешься. Слава Господу. Когда ты продолжаешь настойчивым быть на Слове Божьем, и для тебя авторитет, прежде всего, Слово Божье, а не то, что видят твои глаза и слышат твои уши. Слово Божье – главный авторитет. Это важнейшая вещь, которая нам необходимо, как христианам, понять. Если мы будем верить Божьему Слову, и будем верить так, как оно написано, даже невозможные вещи, удивительные невозможные вещи, Бог будет делать. Послушайте, но... Он даже вот взять пастора Николая. У него классное свидетельство в небольшом городе, в тайге. У них есть своё здание, которое они взяли на тендере. Прямо на въезде в город. Большой бывший ДК. Ты заезжаешь в город сразу, вот его здание, крест, прямо на въезде в город. У него здание. У него не было на это денег. У него не было на это возможностей и так далее. Но Господь таким образом устроил, что это всё работает. Слава Господу! И каждый раз... У нас было... Вот одно из последних финансовых чудес у нас в декабре. То есть я за полтора месяца до начала нашей годовой конференции вспомнил, что у нас так-то годовая конференция. Я просто постоянно в разъездах, и у меня, знаете, календарь. Я только вчера с заслужителем из церкви разговаривал. Он говорит, да, там тот... Я такой... Ёлки, я уже почти две недели в отъезде. А у меня так, как будто пару дней всего я в отъезде. Я уже две недели в отъезде. Вот воскресенье уже будет как две недели, как я уже в отъезде. Время идет очень быстро. И такой, так... У меня же сразу как у администратора начинает в голове. Так, это будет стоить вот это, это будет стоить то. Там студия закупить, это закупить, билеты, там снять квартиру и так далее. И я считаю финансы, и я такой, так у нас нет таких денег. Знаете, какая первая мысль мне пришла в голову? Да, баню-то конференцию. Ну, да, мы проводим каждый год. День рождения церкви, оно стало таким вером. Ежегодно, мы даже назвали, ежегодная конференция практиков веры. Как-то вот оно так сложилось, что каждый год мы это проводим. И думаю, я же никому ничего не должен. Ну, день рождения церкви, ну, тортик купим, посидим, чай попьем, и нормально. А что там, 300 тысяч, по-моему, должно было выйти на эту конференцию. 300-350 тысяч на эту конференцию. Такой, ну, как бы. А потом думаю, не, мы ее проведем. Так у тебя же нету на это денег. Дают. Тот, кто заказывает музыку, тот и платит. Раз Господь хочет, чтобы эти конференции проходили, значит, что он это оплатит. Я не знаю, как. И я никому не кричал туда, ребят, ну давайте. Мы не собирали тройное пожертвование по воскресеньям. Ребят, ну же, вы же понимаете, нужна конференция. Нет. И самое интересное, мы ее провели. Да, у нас был регистрационный взнос. У нас был 1000 рублей регистрационный взнос. Но у нас было 110 человек на конференции. Вот посчитайте. 110 человек это 110 тысяч на конференцию. Расходы пошли в 350 тысяч. Даже чуть больше. Все остальное Бог заказал. Я не помню, как он это сделал. Я, собственно, особо и не знаю, как он это сделал. Но Бог это сделал. Слава Господу. Мы послужили людям, благословили людей. Огромное количество. Мне всегда нравится, так много людей приезжают. Там были люди с Сибири, с Донецка приезжали, с Севера приезжали, с Дальнего Востока люди приезжали. По-моему, даже с нескольких человек из других стран было. То есть здорово. Вообще это всегда классное такое событие. И люди получали исцеление. Люди получали ободрение. Там классное было чудо. Пастор Юрий говорил слово истолкование на иных языках. И прям четко попал в одного человека. Прям свобода такая пришла. То есть там была... У человека были мысли о суициде. У человека были мысли о суициде. Никто об этом не знал. И по человеку так вот не... И человек просто... Пастор Юрий выходит. Он не знал этого. Он даже не знал, кому он это говорит. Просто вызвал человека. Говорит, давай ты будешь молиться на иных языках. Просто рандомного человека с зала. Говорит, я буду истолковывать. Человек начинает истолковывать. Точнее, он начинает молиться. пастор начинает столковать и просто говорит кому-то за, он говорит, я не знаю кому, он даже так, он говорит, я сейчас говорю не в общем для церкви, я говорю, сейчас для кого-то, говорит, потому что такие, говорит, ну, интересные мысли, и он говорит, у тебя там такие-то мысли, там, тот, и он начинает говорить, там, о Божьей любви, то, что Бог думает об этом человеке. Я потом узнал об этом человеке после конференции. Этот человек говорит, я три дня рыдал просто, девушка, говорит, я рыдала три дня просто с утра до вечера, я не могла остановиться и не из-за, там, стыда или еще что-то от осознания Божьей любви. Говорит, я нет, я всю свою христианскую жизнь не переживала Божью любовь настолько, что я осознала, что Бог меня так сильно любит, что Он таким образом действует в моей жизни. Это классно. Вот почему мы проводим эти конференции каждый год. И в этом году будем проводить в декабре, как всегда, в первую неделю. Слава Господу, мы это всегда делаем. Это потрясающие вещи. Я всегда так счастлив, что мы имеем такую честь и возможность со всем этим соединяться. Но все это происходит драгоценное, когда ты не смотришь на видимые вещи. Мы когда заезжали в наше новое помещение, вот мы в августе заехали в новое помещение. Нам надо было новое помещение под конференцию, для детского служения, вообще для служения. Что у нас отдельный вход был, потому что вот эти вот все совместные офисы, это прям очень сложно было для нас. С подъездами, это вообще ужас какой. Мы нашли помещение. Но там в аренду стоит только аренда без коммунальных утяжей, 85 тысяч. А я смотрю, а у нас нету у церкви таких денег, чтобы платить. Мы потому что прошлое помещение тютелька в тютельку оплачивали, а после просто помещения у нас была аренда 40 в месяц. А тут 85. Я такой посмотрел на это помещение, такой, так, здесь удобно евангелизировать, то есть потому что мы, я так выбрал помещение, чтобы оно было в центре очень сильно густо населенного микрорайона. Там где-то 1080 живет. Очень плотно друг к другу, очень плотная застройка такая. Аллейки удобные, чтобы проповедовать евангелие. Отдельный вход, отдельное для детского служения. У нас несколько детских служений для совсем маленьких, для подростков и так далее. У нас много разных служений. Вот, я думаю, отлично, берем. А там еще ремонт надо было делать. И по итогу мы оплачиваем это помещение. Все всегда день в день. Никогда никаких нету просрочек по финансам. Удивительным образом мы решили пойти путем веры, и Бог благословил. Ты делаешь шаг веры, и Бог тебя там встречает. А когда ты ждешь, что Бог за тебя будет делать эти шаги, ну вот, поэтому ты сидишь и ждешь. Начни делать эти шаги. Только шаги веры, а не шаги лозунгов. Типа такой, да, все, идем, халилуя. Не-не-не. Приди к себе домой, помолись. И просто проверь внутрь себя, когда ты один на один. Не когда ты в духовной атмосфере, где надо правильно говорить, по-церковному токать надо, а говорить как оно есть у тебя внутри. Проверяй, ты веришь действительно в это, или ты не веришь в это. Потому что, если ты не веришь еще до того, как ты сделал шаг, то ну, очевидно, ничего не получится. Потому что вопрос именно вера решает, а не вопрос правильного действия. Правильное действие нужно, но любой результат сверхъестественной приходит по вере. Потому что мы надеемся на Господа, и тогда приходит ответ от Господа. Таким образом происходят все результаты. Опять я переговариваю. Еще раз прошу прощения. Так, у нас закончилась вторая сессия. Субтитры создавал DimaTorzok